На самом деле не договаривались о том, как мы будем работать с Владимиром Александровичем, но для нас это тоже экспериментальный формат. Я думаю, что мы попробуем импровизировать прямо сейчас. Да, давайте начнем. И мы рады вас приветствовать на нашем мастер-классе, который называется «Профилактика эмоционального выборания на уровне личности и в организации». И у нас с вами будет сегодня такая дискуссионная площадка, и поэтому мы вместе с Кириллом сейчас просили вас как раз пересесть поближе. И мы будем разбирать разные кейсы, и будем обсуждать, и искать варианты помощи. И поэтому мы призываем вас к интерактивному форматам. Мы будем говорить про эмоциональное выгорание специалистов, помогающих профессии. И сегодня мы хотим поговорить о том, что происходит с личностью отдельно. Ну, например, если это частно практикующий специалист, психолог, какие риски есть у него, что происходит со специалистом, который работает в организации, и какие бывают организации, и что можем делать мы сами в заботе о себе, если я, например, являюсь сотрудником какой-то организации, что я могу делать как психолог, если ко мне приходят клиенты и жалуются на то, что у них есть какие-то сложности на работе. И если вы работаете с организациями, то несколько шагов, направлений, в какую сторону нужно развиваться для того, чтобы эту ситуацию исправить. Ну, это наш план. И плюс, я думаю, что мы приглашаем вас задавать вопросы, если они будут у вас возникать по ходу, не откладывать их на потом. Мы подготовили несколько кейсов из нашей практики, несколько примеров, но будет гораздо интереснее, если вы будете делиться чем-то, с чем вы сталкиваетесь в своей реальной жизни. Ну, вот как-то так. Ну, и давай перейдем к знакомству. А, здесь вы видите нас, и я думаю о том, что более подробную информацию вы можете узнать о нас в Центре Форсайт, если вы придете к нам в гости. Да. Ну, я два слова скажу. Центр Форсайт помогает молодым специалистам в становлении и помогает уже тем, кто давно в профессии. У нас есть несколько программ. И помимо этого мы также с коллегами реализуем различные социальные проекты, которые направлены в том числе и на профилактику эмоционального выгорания. И мы сегодня будем еще об этом говорить. Мы выиграли президентский грант на проект по профилактике эмоционального выгорания. Поэтому, если у вас есть необходимость и возможность, вы можете к нам обратиться, и для вас все услуги будут бесплатными. Для меня тема выгорания, несомненно, очень интересная, потому что, ну, во-первых, потому что она объективно существует. Хотим или не хотим, это происходит. Причем она существует, как мы понимаем, в огромном количестве разных аспектах. И в социальном, психологическом, патопсихологическом, психопатологическом, с расстройствами и так далее, и так далее. Вот. Это предмет для таких особых дискуссий, для клинических психологов, для психиатров, куда относятся выгорания. Но мне кажется, что, в общем, та тема, которая сегодня в этом мастер-классе, она, конечно, очень органично ложится в то, что будет после него. Потому что проблема трудных психотерапевтов, трудных консультантов, это, несомненно, очень часто проблема их выгорания. Вот. И во всем этом разговоре мне, конечно, очень интересна вот та часть, которая связана с личностью. Ну, потому что мы понимаем, на нас гораздо больше влияет то, что делаем мы, чем то, что делают с нами. Поэтому это каждый раз вопрос про личность, которая вписывается в условия, не вписывается в условия, созданные для нее организационными какими-то рамками. Как она сама себя ведет во всем этом. Вот про это. Ну, давайте тогда пару слов о том, как мы себе что представляем. Постараемся, наверное, не задерживаться подробно, но в двух словах. Хочется провести, ну, некоторую разницу между стрессом. Очень часто говорят, что выгорание – это профессиональный стресс, но не совсем так. Так, стресс – это ситуация мобилизации сил, когда, ну, человек находится в ситуации напряжения для того, чтобы разрешить какую-то внезапно возникшую сложную ситуацию. А выгорание – это наоборот, если стресс – это ситуация напряжения, и она скорее единомоментная. Ну, не знаю, если бы сейчас тут что-нибудь случилось, мы бы испытали стресс. Там, не знаю, свет погас, землетрясение, что-то еще. Пришлось бы как-то справляться с этой ситуацией. И у организма происходит мобилизация сил для того, чтобы быстренько решить эту проблему. Но если мы находимся на работе и испытываем постоянный регулярный стресс, связанный с различными условиями, это может быть и нагрузка, это могут быть сложные клиенты постоянные, какие-то проблемы, дедлайны. И если человек испытывает стресс на работе очень часто, то это приводит к его истощению, потому что он не успевает восстановить ресурсы. И мы сегодня будем говорить о том, что очень важно делать для того, чтобы не случилось выгорание. Я, наверное, сразу об этом скажу. Это восстанавливать ресурсы, то есть то время, которое мы отдаем что-то работе, истощаемся, напрягаемся. Это, безусловно, может быть очень важная работа, и нам может это очень нравиться, но это не значит, что мы должны там работать и находиться 24 часа в сутки, потому что это приводит к истощению. То есть должен быть баланс между тем, когда мы отдаем, и когда мы восстанавливаемся. И должен быть баланс еще и между тем, что мы отдаем и что мы получаем взамен. Поэтому дальше мы коснемся немножко этого. Я не буду останавливаться на том, какие есть этапы эмоционального выгорания, как его можно распознать. Я думаю, что об этом вы достаточно много знаете. Ну, поднимите, может быть, руки тех, кто понимает, как развивается выгорание и какие есть этапы. Ну, супер, да. Тогда мы не будем на этом останавливаться. Здорово. И вот о чем мне хочется сказать, это про этапы стадии развития выгорания, как вы можете найти, обнаружить это в себе и в своих сотрудниках. Потому что очень часто это связано с тем, что человек с большой радостью и вовлеченностью, энтузиазмом начинает работать. Потому что это интересно, это высокая ценность, например, той деятельности, которой мы занимаемся. Это касается и специалистов помогающих профессий, ну, и волонтеров, и сотрудников некоммерческих организаций во многом. И на этом этапе, поскольку наша работа кажется очень важной и очень интересной, очень часто человек перерабатывает. И здесь вы можете задать себе вопрос сами, не происходит ли это с вами. И если вы являетесь руководителем, то вы можете обратить внимание ваших сотрудников на то, что стоп, погоди, никто не умрет, рабочий день кончился, иди отдыхай, все остальные вопросы завтра. И забота о сотрудниках здесь как ответственность самого сотрудника, который должен и может позаботиться о себе, так и во многом это ответственность руководителя, который создает определенные условия. И если такой энтузиаст, очень эмоциональный, вовлеченный сотрудник будет в таком режиме работать достаточно долго, то он не будет успевать восстанавливаться, и через какое-то время он начнет уставать, раздражаться, где-то срываться на коллег. Ну, и таким образом эмоциональное выгорание будет прогрессировать. Ну, давайте, может быть, мы вам зададим пару вопросов о том, как вам кажется, в чем причины выгорания. Ну, хотелось бы несколько ответов из зала. Как вы понимаете, с чем это больше связано? С личностью, с условиями работы, с содержанием этой работы, с начальством, с тем, что с человеком что-то не так. Есть ли у вас какие-то представления об этом? И, кроме того, я думаю, что я когда слушала, да, про нашу аудиторию, у вас очень разный опыт. Это и медицинские учреждения, и коммерческие организации, и благотворительные организации, и просто частная практика. И поэтому, ну, то есть, да, у нас есть возможность как раз посмотреть на эту ситуацию с разных сторон. Есть ли ответы в зале? Условия на работе требуют постоянного эмоционального напряжения. В течение рабочего времени нет возможности взять тайм-аут. Даже когда наступает обеденный перерыв, в медицинских коллективах это в ста случаев из ста, врачи продолжают обсуждать пациентов, сложные случаи, и нет никаких возможностей для релаксации. Да, действительно, ну, это очень созвучно той истории. Я 8 лет работала в благотворительном фонде, фонд профилактики социального сиротства укрепления семьи, где мы работали с кризисными семьями, я как психолог как раз сопровождала кризисные семьи. Действительно, когда идет перерыв, мы обсуждаем с специалистами по социальной работе или с юристами, и получается такая глубокая вовлеченность, и как будто бы ощущение, что нон-стоп. Да, я бы еще добавила, помимо сказанного, наверное, еще особенности личности. То есть это люди, специалисты, которые не умеют справляться с нагрузкой, то есть не умеют отдыхать, не умеют расставлять границы в отношениях с сотрудниками, с коллегами, с, не знаю, с руководством, и поэтому они часто набирают на себя лишнее просто нагрузку. Ну и неспособность потом, естественно, каким-то образом отключаться от этого. Еще один момент. Нет отдачи от окружающих, это от коллег, признания, оценки. Ну, хотя оценка это не очень хорошо, как бы считается, но все равно мы все ждем этого. И нет признания от руководства. Все движется очень быстро. Быстро передается информация, быстро нужно принимать решения, и, соответственно, ожидается, что вот хорошо выполнено, а этого нет. Неумение планировать, делегировать и расставлять приоритеты. Запланировать отдых, запланировать тот же самый праздник, если какие-то достигнуты, вот то, что про значение вы говорили. Главная причина выгорания в моем предприятии – это, знаете, такое вот не горит. Вот работа должна какие-то маленькие цели приносить, и обязательно должна гореть внутри. То есть ты должен что-то достигать каждый день, по чуть-чуть. То есть совершенствование, это постоянное совершенствование. Сегодня, я не знаю, даже если это будет какой-то отчет, пусть он будет лучше. Ну, и обязательно себя хвалить, конечно, за это. То есть еще и какие-то видимые результаты. Да. Окей. Ну, что ж, спасибо. Спасибо, будем... Да? Вот эта идея про то, что нужно гореть, вот она, мне кажется, не только нереалистичной, но еще и опасной. Потому что целый ряд исследований сегодня уже показывает, а выгорание за последние, ну, просто много лет уже подвергалось такому количеству исследований, что это сегодня уже понятно. В помогающих профессиях чаще всего выгорают люди, у которых вот эта иррациональная, перфекционистская, помогающая, апостольская миссия, которая, естественно, никогда не встречает адекватной поддержки, которая никогда не встречает адекватного принятия, которая всегда хоть немножко обесценивается. В общем, профессиональный нарциссизм – это очень опасная установка. Надо гореть на работе. Выгорают прежде всего такие люди. Люди, у которых есть умение нормально распределять это все и критично относиться к своим результатам. Как ни странно, сохраняются гораздо лучше. Да, спасибо за комментарий. Если мы вам предложим список литературы в конце, и вот Людмила Петрановская тоже об этом много пишет в последнее время. Почему-то, ну, я не знаю, может быть, это свойство российской культуры в каком-то виде, но эта идея о том, что жертвовать собой – это очень здорово и очень круто, она витает так или иначе. И наша работа в последнее время строится во многом на том, что нет, это не круто. Ну, это не круто, если ты днем и ночью работаешь, если ты жертвуешь собой, своими детьми, если ты жертвуешь отношениями с семьей, своим здоровьем. Ну, нет. И сейчас, ну, очень часто, когда мы видим, как люди общаются, очень часто они говорят об этом с гордостью, что вот, я работаю 24 часа в сутки, я решаю какие-то проблемы. И почему-то люди говорят об этом с гордостью. Наша задача, чтобы через какое-то время это стало, ну, скорее, стыдным, чтобы люди говорили о том, что я не умею распределять время. И наша идея сейчас как раз, вот я очень поддерживаю ту идею, которая прозвучала. Нет. Для того, чтобы быть, ну, здоровым и для того, чтобы эффективно помогать другим, я сам должен быть полон сил, в ресурсе, и я должен быть счастлив, у меня должно быть все в порядке. Ну, если я практикующий психолог в идеале, у меня должна быть семья устойчивая, нормальные условия жизни, адекватный доход, и, в принципе, я должна уметь отдыхать для того, чтобы приходить и работать с людьми, и быть, ну, не истощенной синяками под глазами, не завидовать, и быть, ну, по всем критериям успешной со своими клиентами. Поэтому, ну, скорее туда. Ну что, дальше? Ну, мне очень откликается еще идея результата, что нам действительно нужен результат. К сожалению, психология, она такова, что часто мы результат видим опосредованно. Иногда результат появляется у клиента, там, через полгода, или иногда клиент прерывает терапию, и мы, может, бывает, даже не узнаем, почему, что случилось. И только через какое-то время, там, допустим, клиент возвращается, и может сказать о том, что там тогда у меня все разрешилось, все хорошо, а вот там теперь пришел снова ситуация. То есть, к сожалению, часто у нас в практике может случиться так, что мы… прерывается контакт с клиентом, и мы можем даже не знать, что случилось и почему. И как раз мы с вами говорим про личность, что действительно… Мне очень созвучно то, что говорил Владимир Александрович, что в вопросах эмоционального выгорания, конечно же, очень важна личность. То, что я делаю, как я работаю, как я выстраиваю свою работу с клиентами, как я вовлекаюсь в ту ситуацию, например, семейную, или же как я забочусь о себе. И здесь как раз вы видите, что могут… Первые пункты – это то, что может влиять как раз на такую готовность, я бы так сказала, к тому, что личность более становится подвержена эмоциональному выгоранию. Это как раз работа с тяжелыми переживаниями, размыты границы между работой и личной жизнью. Это когда мы несем какие-то кейсы, какие-то сложные случаи, и даже уже выйдя с работы, все еще обдумываем, переживаем, вовлекаемся. Высокие требования к личности специалиста – это когда у меня такие, знаете, я говорю, я должна, мне там нужно, все вперед, больше, лучше, светлее и так далее. И, конечно же, тогда, с одной стороны, это про мотивацию, но, с другой стороны, если я постоянно живу в таком напряжении, то, конечно же, через какое-то время я очень сильно эмоционально истощаюсь. Здесь и про сложные кризисные случаи. Так как я самокризисный терапевт, то я для себя, например, в какой-то момент создала правило о том, что я не беру более трех кризисных клиентов, потому что кризисных клиентов сопровождать достаточно тяжело эмоционально, и там расширяются границы терапии, потому что кризисный клиент, находящийся на вопрос, у которого стоят вопросы жизни и смерти, он может и позвонить, и там разрешается это, когда в обычной терапии, да, у нас есть четкие рамки. И поэтому мы знаем, что кризисные состояния, усиление как раз суицидальных тенденций, они часто происходят в ночное время, да, под утро, и поэтому сопровождение кризисных клиентов достаточно тяжелое. Кроме того, могу поделиться опытом своих коллег, так как долгое время работала в сфере работы помощи зависимым, то как раз тоже работа зависимыми является такой тяжелой работой для специалистов, потому что зависимые – это та категория клиентов, у которых часто срывы, часто результат очень и очень отсрочен, да, и как говорят о том, что зависимость, она только уходит, как бы это, в… Да, в социально приемлемую форму, да, и если есть зависимость, то практически это зависимый человек, он должен постоянно придерживать, знаете, как такой маркеры, да, безопасности, и срыв может произойти в любой момент, и даже если там 5 или 10 лет трезвости, всегда им нужно быть на чеку и заботиться о себе. И поэтому мои коллеги, те, кто работают с зависимыми, они тоже иногда говорят о том, что очень долго, тяжело работать в этой сфере, и нужно, например, смешивать клиентов, то есть брать клиентов, которые не являются зависимыми, да, для того, чтобы помогать себе видеть результаты. Что же делать? Конечно же, здесь и психогигиена, забота о себе, это личная терапия и супервизии, и поддержка границ, и установление границ, правила, календарь, вот я уже чуть-чуть об этом рассказала, поделилась, да, своим каким-то опытом, опытом коллег. Восстановление ресурсов, то, что уже говорила Рената, про то, что я должна заботиться о себе, у меня должен быть график отдыха, когда я не беру клиентов, когда у меня время с семьей и так далее. Ну и понимание того, какова моя нагрузка, потому что у каждого, я слышала, что здесь в нашей аудитории много молодых специалистов, и, конечно же, мы как молодые специалисты очень хотим, чтобы наши клиенты появлялись, и иногда кажется, что я могу и 10, и могу и 20, а если бы у меня пришли и 30 бы клиентов, я бы только с радостью работал. Но, конечно же, нужно понимать о том, что у нас у каждого своя возможность вовлеченности в консультирование. Да, я хотел бы обратить внимание вот на что. На мой взгляд, пространство вот этой всей идеи про выгорание, оно очень наполнено разными парадоксами, такими парадоксальными парадоксами. Значит, с одной стороны, нам нужен какой-то видимый, очевидный успех. Признание того, что наша работа действительно успешна, что мы достигаем того, чего... Но весь забавный стиль отношения к этому в процессе выгорания в том, что человек, который постепенно выгорает, он обесценивает собственные достижения, он их девальвирует. Поэтому что он должен делать? Он попадает в другой парадокс. У него начинается выгорание профессиональной мотивации, которую он не даст себе осознать, потому что когда мы говорим про эмоциональное выгорание в рамках профессионального выгорания, то прежде всего выгорает профессиональная мотивация, потом все остальное. Но чем хуже я внутри начинаю относиться к работе, тем я больше занимаюсь этой же работой. Вот тот самый социальный способ компенсирования вот этой вот определенной зависимости, трудоголизм. И это, конечно, становится довольно таким серьезным делом. Вот есть несколько серьезных работ, ну, в частности, у Крейга, о том, что в процессе постепенного выгорания человек начинает все больше и больше использовать. Я сейчас говорю про помогающие профессии. Про них говорю, да? Я не знаю про массу других в этом пространстве, про помогающие профессии. Так там все чаще начинается постепенное движение к тому, что помогающий профессионал все больше и больше использует власть в этой профессии. Он может сам себе говорить все, что угодно. Про то, как он любит пациентов, как ему нравится, как он призван помогать, как он сочувствует. Он использует власть. И очень часто это основной мотив продолжать заниматься этой работой. При том, что на самом деле у него это профессиональное, очевидно осознанное честолюбие построено на других мотивах. Но дать себя осознать их довольно трудно. Вот тут начинается масса таких сложных вещей. Поэтому, конечно, все эти вещи безусловно нужны, но очень часто человеку нужна терапия. Это то, что во всем мире сегодня признано как очевидный вариант помощи таким профессионалам. В европейских странах, когда у человека в помогающей профессии начинается выгорание, его отправляют на терапию. Потому что он не только для себя травматичен, он для пациентов опасен. Спасибо. И действительно хочется здесь добавить, что это касается личности не только психолога. Ну, мы говорим, приводим примеры из этой сферы, потому что мы являемся психологами. Но то же самое касается действительно и других специалистов, помогающих профессии. И если брать идеальную такую систему, когда человек не принадлежит, ну, идеальную в смысле простую систему, когда я, например, являюсь исключительно частно практикующим специалистом, и надо мной нет никакого руководства, никаких условий работы, здесь и власть, и ответственность в моих руках, как позаботиться о себе. И в этом смысле может быть достаточно просто. Если в какой-то момент я понимаю, что мне не удается позаботиться о себе, я иду на терапию и дальше работаю над тем, почему же я выбираю стиль работы именно такой, почему я выбираю спасать, жертвовать собой и так далее. Но вот в формате, когда человек не зависит от организации, избежать выгорания достаточно легко. И, в принципе, это достаточно легко сделать, если человек находится, на наш взгляд, в здоровой организации. Что мы понимаем под здоровой организацией? Это может быть такая система, в которой нет специальных мер по профилактике выгорания. Но, тем не менее, там есть достаточно гибкие границы, и есть возможность договориться. Например, если человек вышел на работу в субботу, он может попросить себе выходной во вторник, и руководство позволит ему это. Или если человек несколько недель работал над каким-то проектом днем и ночью и устал, и он может прийти к руководству и сказать, все, я закончил, я молодец, дайте мне 4 дня за свой счет или за счет компании, и руководство может пойти навстречу. И организация на наш вкус здоровая – это там, где есть ценность заботы о сотрудниках, где мы понимаем не то, что наши клиенты, ну, например, это медицинский центр, когда мы думаем не только о том, что вот клиенты, пациенты – это то, на чем мы все сфокусированы, но когда руководитель понимает, что его главный ресурс – это сотрудники. И в первую очередь, ну, я как руководитель должна позаботиться о своих сотрудниках, а потом вместе с этой командой успешной, лояльной, которая поддерживает друг друга, дальше мы движемся и работаем с благополучателями, клиентами, пациентами. И если вы находитесь в такой организации, где, ну, например, ваше руководство ничего не знает про эмоциональное выгорание, никаких мер не предпринимает, но вы понимаете, что руководство достаточно лояльно, и в организации есть ценность заботы о сотрудниках, то здесь каждый отдельный сотрудник может занять активную позицию и начать заботиться о себе. То есть вы можете выстроить свои какие-то правила и сообщить об этом, ну, руководству, коллегам, договориться о чем-то, там, ну, из нашего даже опыта, вот как мы в форсайте работаем, ко мне иногда приходят сотрудники и говорят, Рената, а можно мне гибкий график? Ну, а почему нет, если человек хорошо работает? Ну, в общем-то, да, я понимаю, что в тот момент, когда я иду человеку навстречу, он чувствует, что мне не все равно. И здесь сотрудник может, ну, я как руководитель, например, не всегда вижу, кто в чем нуждается, я не могу следить за каждым сотрудником, но если человек знает, что если у него что-то случится, он может обратиться к коллегам, к своему непосредственному руководителю, там, к директору, в конце концов, то это создает, во-первых, определенную атмосферу в коллективе, ну, и если вы являетесь, например, сотрудниками организации, и вам кажется, что ваше руководство не, ну, адекватно, не цинично, не пытается самоутверждаться за ваш счет, ну, и так далее, если вам кажется, что ваша организация достаточно здорова, то здесь наши рекомендации сотрудникам начать заботиться о себе, уточнить свои должностные инструкции, уточнить, какие критерии, например, эффективности результата деятельности, договориться о каких-то гибких правилах, либо попросить о чем-то, ну, в чем вы нуждаетесь, если вы находитесь в сложной ситуации. Это может быть, например, просьба организовать интервизорские группы, ну, вашей организации, это может даже не стоить никаких, это не обязательно даже стоит каких-то денег, но когда, например, люди чувствуют необходимость в супервизии, либо в поддержке коллег. Ну, вот у нас была недавняя история, когда к нам на супервизию обращалась сотрудница фонда в свое свободное от работы время, потому что фонд не поддерживал такую историю. Ну, то есть человек отработал 8-9 часов с кризисными клиентами, ему тяжело, и ему не положено супервизии, начальство это не поддерживает, и человек идет, еще потом 8 вечера в свое свободное время тратит еще свои ресурсы для того, чтобы быть эффективным. Но, к сожалению, это частая ситуация, ну, вот в наших реальностях. И наша задача сейчас – работать с организациями и, ну, немножко менять систему отношений и понимание, ну, вообще, что должен, что не должен делать руководитель, и должна ли организация заботиться о сотрудниках. И мы сейчас говорим о том, что мы готовы, например, поддерживать сотрудников различных организаций, но только в том случае, если организация их отпускает в рабочее время, таким образом тоже показывая свою заинтересованность, ну, например. И это немножко отражает то, что говорил уже Владимир Александрович, про то, что хотелось бы, чтобы менялась культура, культура сопровождения специалистов, потому что действительно личная терапия и супервизиционная помощь, если мы получаем ее как специалисты в рабочее время, то тогда это у меня возможность восстанавливаться именно как специалисту. И если мой руководитель говорит, так, стоп, мне кажется, что с тобой уже что-то происходит, тебе нужна помощь, иди, да, то, что как раз говорили, что происходит в Европе, то тогда я чувствую и, с одной стороны, и поддержку, и я чувствую ответственность и обязательства, и я понимаю, что, ну, мне нужно что-то менять. И тогда наиболее вероятно я все-таки буду получать эту помощь и смогу выбраться из этого замкнутого круга, когда я, с одной стороны, получаю власть от своих клиентов и реализуюсь тем самым, а с другой стороны, причиняю им вред. Ну что, это мы разобрали ситуации, в которых, ну, в принципе, все решается достаточно легко. Давайте двинемся в ту сторону, где решается не очень легко. Ну, я не знаю, мне кажется, мы не будем разбирать этот кейс, потому что, на мой вкус, он достаточно простой. Ну, вообще, способны ли вы сказать нет и выстроить какие-то границы на вашей работе? Ну, можете ли вы поднять руки, кто способен отказать как-то начальству? Поднимите, пожалуйста. Здорово, здорово. Да, ну, отлично. На самом деле, когда к нам приходят клиенты и жалуются на высокую нагрузку, очень часто мы работаем именно над тем, чтобы люди позволили себе сказать нет. И мы говорим о том, что мы поддерживаем человека в том, что ты имеешь право отдыхать. Это нормально, потому что очень часто в организации бывает давление, и иногда руководство вызывает к чувству вины, как так? Там люди умирают, а ты хочешь себе выходной. И мы здесь поддерживаем наших клиентов в том, что ты имеешь право на отдых. Это твое право как, ну, со всех сторон, и в том числе и в Трудовом кодексе это тоже записано. И здесь очень часто бывают ошибки наших клиентов, когда они начинают свои границы защищать крайне яростно и конфликтовать с руководством. И мы помогаем, поддерживаем их в том, чтобы они формулировали это достаточно корректно и грамотно. Например, говорить о том, что мне очень важна эта работа, я очень хочу ее выполнять эффективно, но для этого мне нужно высыпаться и кушать. Ну, просто вот спать, есть, и желательно, чтобы меня из семьи еще, там, муж, либо кто не выгнал. Поэтому либо я не могу выйти в очередной выходной, но готов эту работу сделать, ну, например, там, начиная с понедельника, либо да, я готов выйти в субботу, но тогда либо она должна оплачиваться в двойном размере, а еще лучше компенсироваться выходным на неделе. То есть это не значит, ну, часто бывает так, что мы не можем сказать нет, ну, потому что реально. Вот у нас конференция, она длится пятница, суббота, воскресенье, и часть наших сотрудников работают на этой конференции. И очень часто реальность такова, что невозможно сказать, ой, нет, у меня суббота, воскресенье. Ну, и потом людям хочется, например. Но если вы являетесь таким сотрудником, и вас куда-то направили, ну, вы можете попросить какую-то компенсацию, и, ну, это нормально. И вы, как психологи, можете своих клиентов тоже в этом поддерживать. Да, но эта чуть-чуть история сложнее, но я, наверное, про нее расскажу, и мы разберем следующий кейс. У нас есть ограничения по времени. У нас была, я ездила недавно в Ставрополь, у нас была супервизорская группа для тренеров, которые работают в системе неформального образования, межкультурного обмена, и там есть программы на Кавказе по развитию уровня терпимости, культуры, гражданского общества. И очень часто тренеры сталкиваются со сложностями, и в том числе, потому что сегодня он ведет тренинг на тему дискриминации и говорит о том, что мужчины и женщины равны, и работает с молодежью на эту тему, а вечером он приходит домой и слышит от отца, тебя не спрашивали, молчи, женщина, ну и так далее. И это был один из кейсов тоже тренеров, что очень часто мы не можем сказать нет руководства, если в данной ситуации очень авторитарный, очень такой жесткий руководитель, который требует от своего подчиненного провести тренинг на полтора часа с целью команды образования, сплочения, повышения мотивации, уменьшения текучки кадров, повышения производительности труда и вообще, чтобы они лучше слушались этого руководителя. И здесь, конечно, тренер понимает, что, во-первых, за полтора часа этих целей не достичь, во-вторых, это вообще не решается тренингом команды образования, здесь нужно работать с руководителем и с его стилем управления и взаимодействия с сотрудниками. И, безусловно, здесь есть подводные камни, что, во-первых, этот руководитель, даже если он придет на это полуторачасовое мероприятие, он, скорее всего, перестанет подчиняться, он скажет, так, это упражнение мы не делаем, перестань. И у тренера, скорее всего, даже не будет власти довести свою работу до конца. И, ну, там к вам вопрос, к вам приходит клиент и говорит, вот я в такой ситуации, мне через три дня, вот в таких условиях, я не понимаю, что делать. Что, ну, о чем вы будете разговаривать, как вы будете помогать, в чем вы будете поддерживать этого человека. Сказать «нет» в данном случае не вариант, он не может отказаться вести это мероприятие. Есть ли у вас идеи, что делать? Ну, что бы делали вы, может быть, если бы вы оказались таким, ну, тренером, сотрудником организации, или, может быть, какие варианты? Может быть, попробовать начать с переформирования целей, хотя бы как-то их уменьшить и более реалистичные уже поставить на эти полтора часа, например, там, не знаю, знакомство и выявление потребностей у людей, может быть, что-то, не знаю, людям нет возможности о чем-то говорить. То есть хотя бы с этого начать и объяснить, что это невозможно уместить в такое количество времени, просто проинформировать руководство об этом. И сказать, что, ну, вот реально я могу сделать вот это сейчас. Давайте еще. Ну, да, я тоже хотела сказать, что, ну, объяснить руководителю, какие цели могут быть достигнуты, может быть, попросить руководителя отстраниться. То есть при условиях сказать ему то, что вы как руководитель действительно хотите таких глобальных целей, все это очень здорово, я с удовольствием вам помогу это сделать, вот, но нужно будет соблюсти некоторые условия. То есть вы должны быть в стране, допустим, да, не принимать участие, и за эти полтора часа мы можем решить там вот такие вот цели, поставить такие цели и их достичь, вот, соблюдая такие условия. Да, здорово. Давайте представим, что руководитель говорит, что значит невозможно. Ты профессионал, давай работай. Знаете, у меня такая есть маленькая моя наработочка, которую я всегда использую в этом случае. Я, если, как бы я знаю, чем занимается мой руководитель, допустим, он преподает русский язык. Я говорю, скажите, пожалуйста, курс русского языка, ну, не курс, может быть, я не так говорю, а учебник, который вы сейчас, допустим, имеете у себя за шестой класс, за седьмой класс, можете вы за один день дать ребенку? Ну, вот, приблизительно так. Ну, я вот как раз думала, что в случае, если очень авторитарный руководитель и слова «нет» у нас в лексиконе отсутствует, либо придется пожертвовать одним из сотрудников и отправить, дать им командное задание с руководителем, какое-нибудь творческое ровно на эти полтора часа, изъять их из этой группы в отдельную комнату, все что угодно, создать 80 самолетиков для своей команды и каждому вручить, и каждому что-то личное надписать. То есть просто изъять его в игровой форме и с командой, и спокойно работать с командой. Но с командой придется вот как раз проговаривать то, о чем предлагали до этого, что, ребята, эта работа будет длиться не эти полтора часа. Наша задача за сегодня – успеть то-то. Я буду с вами работать дальше, мы это будем делать в текущем формате на протяжении там полутора месяцев. Допустим, в конце недели вот такие-таки задания. Только такой вариант, потому что иначе не отработаем. Окей, окей. Ну и давайте еще один вариант. Вот есть рука у окна, и будем двигаться дальше. Я бы предложила следующий вариант. Я бы поговорила с директором и попросила его помощь. Ты так хорошо управляешь, знаешь, я выполню эту задачу, только если ты мне будешь активно помогать и принимать во всем участие. Так, чтобы сплотить команду. Ага, версия. Ну, давайте еще. У меня такого опыта не было, но мне бы очень хотелось в этом случае ответить, что посмотрите, что происходит у нас прямо здесь и сейчас. То есть я вам предлагаю какие-то комментарии, да, свои мысли, и вы меня не слышите. То есть вот то, что происходит прямо здесь, оно происходит и в целом всегда. То есть это способ общения, да. То есть вот эта идея о том, что мы можем абстрактно разговаривать о том, что где-то там когда-то было, вот, но вот обратить внимание на то, что, ну, то есть... Я поняла идею. Ну, позвольте, я, наверное, сразу отвечу. На мой вкус такие интервенции – это дикая психотерапия без запроса. То есть если руководитель ко мне не обращался, если я в этот момент, ну, не знаю, вот сейчас повернусь и начну Наталье рассказывать, давать ей какую-то обратную связь, думаю, что она не обрадуется. Хороший способ фрустрировать начальника. Ну, или вылететь оттуда. Смотрите, я предлагаю вам удерживаться, вот, если говорить о работе в организации с организациями, если вы будете сталкиваться сами с такой историей, или к вам будут приходить клиенты, то давайте несколько правил. Ваша задача удерживаться в рамках рабочих отношений. Руководитель – подчиненный. Поэтому начинать его лечить, им манипулировать, пытаться там в игровой форме куда-то его устранить, он, скорее всего, либо откажется, скажет, что это за самолётики. Но это велика вероятность, что он будет мешать любой деятельности и будет говорить, это неправильно, это не так, прекрати, это дурацкое задание, мы не будем делать. Поэтому здесь наша задача – остаться в рамках собственных полномочий. Смотрите, руководитель – это похоже на работу с семьёй, где власть, там и ответственность. Это система. Руководитель берёт на себя полностью всю власть и говорит, должно быть так, так и так. Тогда вы ему сообщаете, что, ну, тогда и ответственность за результаты тоже на нём. Ну, вы можете сказать о том, что я как эксперт, ну, вам говорят, ты эксперт, иди и делай. Я как эксперт вам ответственно заявляю, это возможно, это невозможно. Если вы настаиваете, я могу провести занятие на полтора часа, но результатов не будет. Или они будут такие, или вы столкнётесь с тем-то. Если вы на это готовы, я сделаю. То есть мы сообщаем человеку о последствиях, и если он берёт на себя эту ответственность, мы выполняем и говорим, это будет полтора часа бессмысленной деятельности. Мы будем играть в командообразование вместо того, чтобы решать какие-то другие вопросы. Ну, и плюс ко всему, я бы на самом деле не рисковала вообще вписываться в изменение отношений между руководством и коллективом, когда я же ещё и являюсь частью этого коллектива. Для этой работы лучше внешний консультант. И если у вас получится как-то эту работу передать и сказать, что, например, это невозможно сделать изнутри, я ваш подчинённый, я не могу вам говорить о том, как надо, как не надо, лучше, если эту работу будет делать кто-то другой, более, ну, даже не обязательно компетентный, но просто человек со стороны. И, конечно, в идеале эту работу передать вообще. Но если невозможно справиться, то мы поддерживаем сотрудника, тренера в том, что, да, он находится в таких условиях, он не несёт ответственности за результат, он может либо заключить контракт с руководителем, если вы хотите присутствовать, ну, пообещайте мне, что вы будете подчиняться и не будете вмешиваться, ну, нет, я не могу тебе этого пообещать, тогда, пожалуйста, давайте, вас там вообще не будет. Ну, либо нет, я буду вмешиваться, ну, тогда, получается, вы как будто ведёте, а я вам помогаю, тогда я не могу нести ответственность за результат. То есть вы информируете, передаёте ответственность. Ну, как-то так. Я предлагаю перейти к следующему. А если бы обещалось, всё равно пошёл процесс, и он начинает вмешиваться? Самая классическая ситуация. Смотрите, здесь очень важно понимать, на что вы готовы, на что вы не готовы. Ну, например, я могу себе позволить сказать такому руководителю, если вы будете вмешиваться в процесс, то я передам его вам целиком и не буду продолжать вести, ну, ничего. Ну, то есть руководители вмешиваются, я говорю, окей. Ну, то есть я могу предупредить его о том, что тогда я не буду делать ничего. Тогда моя работа на этом месте заканчивается. Но если это молодой сотрудник, который боится потерять работу, нужно поговорить с ним о том, готов ли ты к тому, что он будет вмешиваться. Как-то, ну, снизить его какие-то ожидания, приблизить к реальности, чтобы он уже был готов к тому, что, ну, не будет там эффективной работы. Он просто выполняет распоряжение руководства. Это не тренинг, это не решение задачи. Он выполняет распоряжение руководства, потому что не может отказаться. И чтобы он не ждал ни от себя, ни от кого-то еще каких-то невероятных результатов. Это поможет. И дальше я бы работала с таким человеком на тему того, если тебя не слышат, вообще на том ли ты месте находишься. Ну, вот, например. Я предлагаю перейти к третьему нашему кейсу. Давайте представим себе, что как раз вы в такой ситуации находитесь, когда к вам обратилась сотрудница фонда, вы провели с ней уже 8 встреч, и вы работаете с ней в индивидуальном формате. В результате вашей работы клиентка стала больше заботиться о себе, уходить вовремя с работы, где-то не брать трубку в выходные дни. Но вот она приходит к вам на девятую консультацию, жалуется на то, что, к сожалению, сейчас она находится в ситуации, когда ощущает изоляцию с коллегами, отношения обострились, коллеги предъявляют претензии, руководитель недоволен. И у нас такой вопрос. Как вы думаете, есть ли здесь ошибка психолога, и какие бы дальнейшие действия вы с ней запланировали? Пожалуйста. Это реальный случай из жизни, и нам пришлось что-то делать. У меня есть идея только про первую часть. Ошибки однозначно нету, потому что психолога задача помочь клиенту, а не то, чтобы и всем сотрудникам, с которыми она работает, руководителю было хорошо. Сохранность здоровья клиента в первую очередь. Но какие потом уже действия, я не знаю. На мой взгляд, была бы ошибка, если бы психолог перед тем, как работать с клиентом, не предупредил, что возможны изменения в отношениях с коллективом и с руководством. Да, действительно. Когда мы начинаем работать с системой, когда мы работаем с одним элементом из этой системы, наша задача предупредить о том, что личностные изменения будут приводить к тому, что напряжение внутри системы повысится. И, знаете, я как семейный психолог работаю с семьями. Семья – это система, и организация – это система. И как раз наша задача – давать эту информацию клиенту, чтобы он понимал. Да, ты будешь меняться, ты будешь больше заботиться о себе. Но та сфера, да, та система, в которой ты находишься, она будет препятствовать и где-то выражать как раз недовольство тем изменениям, которые с тобой происходят. И поэтому здесь, в данном случае, наша задача даже… Я это делаю даже на первой консультации, когда я выстраиваю контракт с клиентом. Я говорю о том, что из-за каких-то будут изменения и возможны как раз повышения напряжения внутри, допустим, вашей семьи или внутри вашей организации. Ну что… Подождите, подождите. А потом вы учите, как нужно по-новому взаимодействовать с этими людьми? Или человек сам справляется? Мы поддерживаем человека в том, что это те последствия, с которыми мы предупреждали, что он столкнется. Но, тем не менее, он заботится о себе. Конечно, все привыкли, что на нем можно ездить и возить. Конечно, он столкнулся со сложностями. Мы его поддерживаем. И мы предлагаем ему, например, говорить сотрудникам. Ну, такая ситуация. Он собирается, выходит в шесть вечера, пять человек из отдела говорят, ну, ничего себе, ты совсем… А теперь мы из-за тебя должны твою работу доделывать, ты нас предаешь. Ну, и там далее по списку. Ребята, так давайте все вместе уходить в шесть вечера. Я забочусь о себе, я предлагаю и вам это делать. Ну, то есть информировать про выгорание, предлагать какую-то… Тоже заботиться о себе, предлагать, может быть, вместе обращаться к руководству, если это какая-то системная история. Бывает так, что в организации так принято, но все делают так просто потому, что все так делают. И иногда, если один-два человека начинают что-то менять, это не вызывает большого сопротивления. Иногда это не так сложно. И сопротивление, скорее, что не принято, непривычно. И мы здесь, скорее, будем поддерживать человека в том, чтобы он оставался в своей позиции устойчивым. Ну, как-то так. Да. Ринат, ну вот, должен вам сказать, меня в этой истории кое-что сильно беспокоит. Потому что, если вернуться к теме выгорания или к проблеме выгорания, то надо помнить, что выгорание – это всегда, в 100% случаев, дефицит социальной поддержки. Или поддержки в той команде, в которой я работаю. Значит, в данном случае мы совершаем благое дело, мы помогаем человеку становиться увереннее, активнее, ответственнее за свои границы. Но это создает ему дефицит социальной поддержки просто в острейшем виде. Это усилит выгорание. Ну, с вероятностью высокой, да? Вот. И как он себя после этого чувствует? И масса людей, естественно, будет это блокировать. Сможет ли он с коллективом в этом смысле договориться? Ну, большой вопрос. Ну, просто все… Вот, когда мы говорили там, какие ошибки совершает психолог, я думаю, что в данном случае ошибка в том, что он сам не предвидит риски и осложнения своих действий. В этом смысле. Он может совершать ошибку. Не обязательно предупреждать, но самому надо предвидеть, что вот такая работа очень часто не бывает безошибочно успешной. Там масса рисков есть. И потенциальных осложнений. И это, конечно, надо… Особенно, когда работаешь с командой. И нам еще кажется, ну, действительно, здесь очень важный акцент как раз на то, как мы заботимся, помогаем клиенту заботиться себе и находить ресурсы. Потому что, действительно, ну, давайте, если вот так провести параллель с семьями-зависимостями, да, то есть когда человек начинает выздоравливать, как раз риски срыва усиливаются в семье. И все центры, которые работают, они говорят о том, что мы не работаем с… ну, благополучные, успешные центры, они говорят о том, что мы не будем работать с одним членом семьи, потому что эта работа будет неэффективна, он будет возвращаться в ту же семейную систему, и там будет риск срыва. И нужно работать со всей семьей. И поэтому наша задача сделать, ну, как бы, да, такие акценты, кто будет поддерживать, кто является ресурсом, кто готов быть рядом с тобой, кому откликаются те ценности, про которые мы с тобой говорим. То есть, конечно же, нам нужно уделить этому внимание. Ну, и дальше мы хотим еще пару слов сказать. о том, в каких организациях бывают сложности. Это те организации, в которых может быть тяжелое содержание работы, это может быть кризисные семьи, тяжелые пациенты, а может быть и нет. И если здесь нет ценности, заботы о сотрудниках, и у людей тяжелый, ненормированный рабочий день, к ним приходят, и, ну, это тоже вот реальная история, когда, твой случай, я не помню, когда кризисного клиента привели, мне кто-то рассказывал, привели кризисного клиента, вот так сказали, вот человек хочет покончить жизнь самоубийством, работай. А при этом у психолога нет возможности даже нигде уединиться. Ну, и он сидит где-то в коридоре, на ресепшене, и там пытается чего-то консультировать. При этом ответственность за жизнь этого клиента у психолога колоссальная, а возможностей и ресурсов для того, чтобы обеспечить ему помощь, нет. И есть центры, в которых есть правила, если кризисный клиент, то можно занять, например, кабинет вне очереди и сказать всем, ребята, извините, там с вашими обычными клиентами подождете, разбирайтесь, у меня кризисный. А есть центры, в которых, например, ну, никак не поддерживают психолога, который работает с кризисными клиентами. И это все те истории, когда руководство говорит, ты работаешь с людьми, у которых большие беды, ты еще и хочешь отпуска, мы там должны, когда есть ощущение такой вины, перекладывание ответственности, когда начальство не слышит и никак не откликается на проблемы и сложности сотрудников. Ну, я не знаю, сталкивались ли вы с такими организациями, но я очень часто слышу истории людей, которые говорят, у меня пять руководителей. И один меня отправил на конференцию, и поэтому я пропустил планерку, а второй мне на следующий день требует писать объяснительную, потому что, ну, или сегодня делай одно, завтра это уже не нужно, и меняются задачи невероятным образом. И, конечно, если мы сталкиваемся с такой системой, то здесь сотрудник не может с ней справиться в одиночку. И это тот кейс, о котором мы говорили в начале, да, он может начать заботиться о себе, но он столкнется с агрессией, он столкнется, может быть, с травлей, с изоляцией. И здесь вопрос, ну, вообще, если я не могу изменить систему, может быть, не имеет смысл поискать систему, которая готова обо мне заботиться, поискать вообще место работы, где меня будут слышать, когда я прихожу и говорю о том, в чем я нуждаюсь. Ну, мы работаем с организациями, и здесь очень часто, ну, наша работа связана с тем, чтобы рассказать руководству о том, какие, какая ответственность есть у руководителя, потому что очень часто руководители ведут себя подобно родителям, которые жалуются на ребенка симптомом. Ребенок не слушается, у него НРС, он там ворует, вот, подчините мне ребенка, делайте с ним что-нибудь. И наша работа, конечно, заключается в том, чтобы объяснить родителям, что есть какие-то нарушения в самой системе, и что нужно менять взаимоотношения в самой семье для того, чтобы ребенок выздоровел. Работа с организацией строится по похожему принципу, когда руководитель приходит и говорит, эти бездари, ленивые, немотивированные, жалуются на сотрудников, плохо работают, относятся к клиентам с раздражением, сделайте с ними что-то. И наша задача говорить руководителям о том, тоже информировать и рассказывать о том, что у тебя власть, но и у тебя ответственность. И это во многом твоя задача, изменить систему вообще взаимодействия в организации. И руководителям мы рекомендуем делать простые шаги, например, выгонять с работы. Если я увижу тебя в воскресенье, премии не будет, например. Не успел справиться с работой в будние дни, значит плохо работаешь, никакой премии. Иди отдыхай. Ну, какие-то простые вещи, которые мы можем, как руководители, сделать для того, чтобы позаботиться о сотрудниках. Ну и в том числе я рекомендую очень часто задавать вопросы. Ну, там, я раз в полгода встречаюсь с сотрудниками и спрашиваю, все ли у тебя в порядке, развиваешься ли ты так, как хочешь, есть ли какие-то сложности, нужна ли какая-то поддержка. И иногда люди рассказывают какие-то вещи, казалось бы, все в порядке, а оказывается нет. Человек в чем-то нуждается, либо чем-то недоволен. И если руководители будут это делать, то они таким образом покажут своим сотрудникам, что они готовы позаботиться о них. И хорошо бы еще иметь возможность услышать, потому что очень часто, когда человек работает в поле, ему виднее, как лучше, какие изменения нужно внести, внедрить в работу. Ну, два слова о том, что мы рекомендуем делать для себя и для своих сотрудников. Это поддерживать идею о том, что вначале нужно позаботиться о себе, а потом о других. Большое внимание уделять тому, чтобы восстанавливать те ресурсы, которые мы тратим на работе. И это может касаться границ, это может касаться отдыха. И то, что мне лично очень хорошо помогает, простая технология, я раньше никогда не выносила в календарь, походы в кино, чтение книг, чистку аквариума. У меня аквариум. И когда мне звонили какие-нибудь клиенты и говорили, давай в субботу, я думаю, ну ладно, в субботу. А потом кто-то, ну и записываю на субботу клиентов. А потом кто-то из сотрудников говорит, давай пересечемся, решим такой-то вопрос. Я думаю, ну я все равно буду на работе, давай пересечемся. И таким образом у меня вся суббота оказывалась вдруг внезапно неожиданно, одно, второе, третье, ну потому что чистое место. А сейчас, когда я вижу, что у меня в субботе написано проведение, время с кем-то, поход куда-то, уделить время маме, уделить время себе, почитать книжку. И прежде чем записать туда какую-то работу, я понимаю, что я должна вычеркнуть какой-то отдых. И это уже сделать гораздо сложнее. Вы должны получать что-то взамен. Это то, о чем вы говорили. Это может быть деньги, это может быть обучение, образование, признание ценности вашего труда. Это, безусловно, должна быть поддержка коллег, руководства, вообще сообщества. И, ну это, наверное, такая важная очень часть, иметь возможность получать поддержку. Ну и про то, что должен делать руководитель, мы тоже в трех словах сказали, вы можете двигаться в этом направлении. Если у вас получится задать вопрос сотрудникам, в чем они нуждаются, ввести какие-то простые правила, например, что переработка компенсируется, а после восьми вечера никакие вопросы не решаются. И если у вас есть какие-то корпоративные чаты, все выходят, и запрещено писать, и решать личные вопросы. И вы можете организовать сами для себя терапию супервизиона, вы можете с такими же просьбами обратиться и к вашему руководству, и вполне возможно, что это поможет. Ну и то, что хотелось бы еще сказать, вот эта вся история прийти в организацию, провести арт-терапию на три часа раз в год и уйти, это не работает. Профилактика должна быть системной, она во многом связана с тем, как устроены традиции, правила, культура организации и единовременная какая-то интервенция. Люди пришли, отдохнули. Ну, небольшая разница, они сходили в боулинг, в бассейн, в баню или на арт-терапию. Это сложно назвать таким профилактическим мероприятием. Когда вы говорили про как раз власть, и вы называли чей-то труд? Да. Значит, это работа Гюгенбуль-Крейга, книга 71-го года, называется «Власть в помогающих профессиях». И там совершенно замечательная идея, ну, там много хороших идей. Вот. И одна из них, ну, на мой взгляд, такая довольно серьезная, это идея о том, что никто в помогающих профессиях не работает, исходя из реально объективной мотивации. Поэтому, чем более глубокие, так называемые, темные, в смысле, неосознаваемые мотивы, тем важнее, как можно активнее двигаться туда, где лежит истинная мотивация. И тем активнее помогающие профессионалы отстаивают свою мнимую объективность. И поэтому очень часто вопрос акцентуации власти для того, чтобы компенсировать вот все эти самые негативные ощущения, связанные с профессией. надо себе подогревать профессиональное чистолюбие, надо подогревать профессиональный перфекционизм, надо стараться быть достаточно в дозе такого хорошего комплайнса в отношении вот этих вот стратегий в коллективе. А это, на самом деле, такая серьезная дилемма, потому что дальше нарастает моббинг в коллективах, в командах. Я не уверен, я, на самом деле, я вам завидую, признаюсь вам. У вас есть легкие ответы на сложные вопросы. У меня их нет, например. Что делать с моббингом в коллективах, потому что в помогающих, это замеренные вещи, на всякий случай, должен вам сказать. Моббинг это то, что можно сегодня замерять. Есть опросник. Так, в коллективах, связанных со здравоохранением, образованием, оказанием медицинской, консультативной и прочей помощи, в разы выше, чем в среднем, например, в европейских странах. Потому что очень насыщенная коммуникативная профессия. И с этим ничего не поделать. Это на самом деле такая серьезная история. Потому что человек каждый раз в ней находится в дилемме. Ну, я разделяю идею о том, что, понятно, надо прежде всего заниматься собою. Потому что, в конце концов, масса вещей зависит от того, как вы смотрите на то, что происходит. Ну, удастся вам поменять команду и начальника, слава Богу. Но, боюсь, что очень часто это не удается поменять. И я уже не говорю о том, что очень часто есть начальники, которым выгоден такой стиль управления. Это ровно так же, как, я надеюсь, вы не будете спорить, что иногда в семье выгоден ребенок с симптомами. Ну, что поделать? Ну, это вот так. Поэтому, не всякий начальник быстро хочет менять стиль и наводить. Ему, в каком-то смысле, это может быть полезно. Я бы даже сказала, редкий начальник хочет менять стиль. Поэтому, ничего не поделать. Ну, надо идти с открытыми глазами на понимание всех этих сложностей. Вот. Спасибо. Я думаю, как раз мы будем переходить здесь как раз к трудному клиенту и к трудным ситуациям. Хорошо, коллеги. Значит, мы сейчас так плавно перетекаем, ну, на самом деле, логично, мне кажется, перетекаем в этот важный вопрос про анализ того, что происходит внутри этой, ну, можно было бы сказать, дилеммы. Кто, собственно, трудный? Кто трудный клиент или это трудный терапевт или просто сама по себе ситуация такая, такой трудный случай? Ну, поскольку у нас сейчас круглый стол, это, значит, есть шанс. поделиться разными точками зрения, все из которых равно справедливы, равно истинны. Ну, если предполагать, что где-то на эту тему есть истина, то я предполагаю, ну, к тому же, в условиях того, что у нас не очень много времени сейчас, так, не очень долго на этом останавливаться, просто обозначить какие-то идеи или точки зрения, ну, и дальше немножко услышать вас, поскольку вы люди, у которых уже есть больше или меньше какой-то собственный опыт, ну, и какие-то идеи точно есть на тему того, так что тут такое трудное. Ну, это мне сделать нелегко, в смысле, долго не, потому что у профессоров такая есть токсическая привычка долго-долго-долго самим что-то объяснять. Особенно с годами она становится совсем утрированной. Поэтому я сейчас сделаю это героическое усилие и постараюсь совсем коротко. Значит, в реальной консультативной, ну, или в терапевтической, как хотите, да, это на самом деле очень такие тесно связанные пространства, возникает вот эта вот довольно такая частая дилемма, как понимать, что происходит, особенно если я еще в состоянии самому себе задавать эти вопросы. Это про пациента, это про меня, или это просто случай такой объективно трудный. И тут я думаю, что в самый раз можно вспомнить, самое время вспомнить то, что у Фрейда обозначалось, у Зигмана Фрейда в одной из статей еще того конца 19 века обозначалось идеей про невозможность психотерапии. Ну, я сейчас про эту часть нашей работы, да, терапевтическую тиреконсультативную. И что ни один психотерапевт не продвигается в своей работе дальше, чем определено его границами, его сопротивлениями, его собственными комплексами. Не продвигается. Значит, вопрос очень часто не в пациенте, не в особенности клинического случая, вопрос в моих границах. Все находится внутри моих собственных границ. Дальше возникает этот вопрос, насколько я понимаю, где эти границы, в чем эти, насколько они гибкие, насколько они ригидные, жесткие, насколько я понимаю, что, собственно, я сам вношу в этот процесс, ну, насколько много шума. Я рискну предложить эту идею, что в психотерапии тире, в консультировании есть масса, ну, так называемых ингредиентов. Это то, что у Вольберга называлось ингредиенты психотерапии. Ну, не сильно удачный термин, потому что ингредиенты в чем, в каком-то смешанном таком составе это то, что не перемешивается. Но на самом деле в психотерапии все так или иначе сплавляется. Вам наверняка знакома эта идея у Юнга, если происходит встреча двух людей, то между ними происходит то же самое, что между химической реакцией и между двумя химическими элементами. Меняются оба. Вы влияете на пациента, но и он влияет на вас. И все это происходит иногда довольно стремительно. В одной комнате в одно и то же время. Там сидят два человека, оба встревожены, пишет Юнг. Неизвестно, кто больше. Но потому что реакции взаимные происходят, хотите вытавление, не хотите. Так вот, у Фреда эта идея про то, что все определяется нашими границами. Дальше я понимаю, что мне надо заняться собою на самом деле. Это вот та самая идея, которая логично из выгорания вытекает, потому что это один из очень частых вопросов, почему работа становится не просто изнурительной, но она еще становится там в разных смыслах тяжелой. может потому что я сам начинаю вносить в нее слишком много, может потому что я начинаю промахивать собственные ограничения в понимании собственной специализации или собственных методов работы, или потому что я промахиваю невозможность работы с непсихологическими проблемами, пытаясь их лечить как психологические, или потому что я не очень понимаю, что происходит в нарушении этических границ, самая частая проблема нарушения этических границ в самых разных аспектах, или не очень понимаю, что происходит в том контексте, который осложняется, ну например, у меня с пациентом есть какие-то барьеры, которых я могу даже не очень в себе осознавать, этические, религиозные, связанные с гендерными особенностями и так далее, и так далее, и так далее. Мы же понимаем, что очень часто клиенту почему-то хочется работать именно с мужчиной, а не с женщиной, ну или наоборот. Он же может выбрать, но делать почему-то этот выбор. В общем, это идея про то, что, и это тоже напрямую сейчас связано с этой предыдущей нашей темой про выгорание, потому что это один из частых процессов, который начинает осложнять терапию. постепенное, постепенное такое вот накопление этого разных симптомов выгорания. Вот тут та самая идея, которая лежит там и ровно так же лежит здесь. Вы не сможете никому оказать никакой помощи, пока вы не примете эту помощь самим себе. Значит, в какой-то момент надо задать себе вопрос, наверное, мне самому нужна помощь. Дальше возникает вопрос вот той самой супервизии, которая во всем мире считается просто процессом обязательным, неизбежным, постоянным, нескончаемым и так далее, и так далее. Так без супервизии просто не работают. Но есть ряд европейских стран, где до работы просто не допускают, если у человека нет обязательных супервизий. Но я же не говорю про личную терапию. Но это как бы совсем уж такой идеал. с этим у нас совсем будет плохо. Так вот, так вот, мне бы хотелось узнать у вас, что у нас же круглый стол сейчас, узнать у вас, на ваш взгляд, что происходит во всей этой вот сложной такой дилемме про трудного пациента или про трудного терапевта или про просто такую объективную сложность, ну, ситуация такая, случай такой сложной. Что вы думаете? Мне, скорее, очень отзывается то, про что говорите, да, про такую широкую, наверное, область, да, в которой, в принципе, да, психологи находятся. В том смысле, что для того, чтобы, ну, как-то границы выстраивать, осознанно относиться к своей работе, понимать, где ты выгораешь, где твой клиент, где не твоя, в принципе, тема, нужно, ну, что-то пробовать, да, и постепенно как-то в этом разбираться, осознанно к этому подходить. Правда, включаться в супервизионную группу, да, в супервизию личную, в терапию, в любом случае, да, свою. И, ну, это, наверное, постепенно приходит. Вот в этом тоже какое-то некоторое ограничение есть, как мне кажется. Я так понимаю, что здесь сейчас интересно сказать о трудных ситуациях, которые на практике. Я могу понять, что мне нужно поработать с психотерапевтом на супервизии. если у меня какие-то в детстве психотравмы были, его сейчас откликается в клиенте. Все это складывается логично и понятно. Еще могу привести такие несколько примеров, где я понимаю, что да, нужно идти к психотерапевту, но тогда, когда начинают упираться в мои ценности, ценности, которые были дороги для моего окружения какое-то время назад, а сейчас они меняются очень быстро и приходится внутренне подстраиваться, потому что работаем с тем клиентом, который пришел. вот, пожалуй, тут выносит все внутри. Вот для меня, в моей практике для меня это было самое тяжелое. Все остальное, как бы вот все понятно, логично, действуешь по всей технологии, как полагается. Ну, по роду моей деятельности, помимо, собственно говоря, психологии, которая пришла второй, изначально это был кабинет функциональной диагностики и психоэмоциональной диагностики аппаратной. И, соответственно, в моем случае я регулярно сталкиваюсь с тем, что клиент не подготовлен к тому, что после какой-то заключения будет разговор с психологом. А зачастую, как бывает с диагностиками, клиента притащили за шкирку родственники, которым не нравится то, что происходит. И если в разговоре, в работе с психологом такое бывает не так часто, хотя тоже бывает, но взрослого человека сложно затащить к психологу насильно. А вот на диагностику насильно почему-то принято таскать за шкирку родственниками. И почему-то мы не отказываемся, когда нас пинками гонят на диагностику. А когда после диагностики ты натыкаешься на психолога, включается вот эта агрессия. Как будто я сидела в засаде и специально... А вы считаете, это ненормально? Ну, я тоже. Я считаю, что это ненормально, ни то, ни другое. Но просто у нас в стране очень интересный подход к психологии и к диагностикам. Врач, диагноз, какая-то аппаратная диагностика и за шкирку туда притащить почему-то, хотя это неправильно, считается, что нормально совершить такое насилие над родственником. А вот психолог уже гарантированно враг, потому что он там был в засаде, о нем вообще не предупреждали и так далее. И вот когда начинается такая непредумышленная агрессия, как они воспринимают это, вот это тяжело, неготовность. Могу ли я предложить вам идею про то, что в данном случае вы не являетесь консультантом для этого человека, он не является клиентом? Да, да, естественно, но в связи с тем, что... Что вы собираетесь с ним делать? Звучит предложение, да? Обычно бывает наоборот, вот человек видит какие-то свои проблемы, говорит, что мне с этим делать? В ответ озвучивается, что вот есть такие-таки варианты, в том числе психология, и почему-то, ну у нас может быть просто еще очень тяжело относятся, у нас слово психолог равно психиатр, очень у большого количества людей, у нас плохо еще воспринимает определенное количество людей, именно вот это сочетание, они вообще не понимают, что такое психология, она только-только начинает приниматься вот здесь, в этом кругу. Скажите, когда люди не понимают, что про что это психологическое консультирование, это проблема людей или может быть это проблема нас? К сожалению, это проблема нашего общества, что у нас до сих пор с 40-х годов психология равно психиатр. Где взять вам другое общество? Вот мы делаем все, что можем, да. Как поменять вам? Один очень известный персонаж, если помним в нашей истории, вот он говорил, у меня нет для вас других писателей. Да. Ну нет у меня. Да, согласна. Ну вот работаем. Да, естественно. Но вот это вот то, на что натыкаюсь с трудными клиентами, например, я, с тем, что вот... Я рискну предложить вам идею о том, что это трудные психологи. В том числе. Это не клиенты. Очень часто, ну, по крайней мере, в нашей работе так часто бывает, когда клиента по сути нету. Да, да. Когда человек приносит не психологическую задачу, она может быть социальная, может быть там юридическая, правовая, может быть, какая угодно. Ну, он идет, потому что ему плохо и он даже не может вам сформулировать. Когда клиент приносит психологическую, но не свою задачу, там, моей жене плохо, потому что я. Ну. Он по сути говорит, исправьте ее. Это понятно, да. И таких вариантов миллион. Так клиент, вообще-то, говорят, тут или не тут? Все правильно, да. А вы стараетесь сделать его клиентом, на что он не соглашается? Получается даже не так. Вроде соглашается на дальнейшую консультацию, но так как шел он на диагностику, то готовность внутренней, да. Как я иду на консультацию к психологу? Я созваниваюсь, я выбираю, я звоню, мне по телефону со мной беседуют, объясняют, что будет. Ну, да, условно говоря. И я иду, осознанно понимая, куда я иду. А если я пришла на диагностику, мне предложили, я сказала, ну, давайте попробуем, не обдумав, не представив себе и прочее, то в процессе «попробуем» возникают вот много моментов, что я не представляла себе вообще, как это. Это я бы хотел предложить вам вот какую идею, такую легкую фантазию. Значит, все в этом мире происходит внутри схемы наших описаний. Это не про реальность, это про мою картину мира, про мою схему описания. Пациент находится в моей картине. Это диаметрально далеко от реальности, но я веду себя по отношению к нему так, как я это понимаю. Внутри собственной схемы. Менять схему? Менять схему. Хорошо. Менять схему, конечно. Все всегда внутри описаний. И при этом надо еще понимать, что эта схема у вас складывается под влиянием определенных довольно сложных факторов, часть из которых не осознается вами, часть из которых внутри ваших сложных когнитивных схем, внутри ваших сложных иррациональных установок, внутри механизмов долженствования и так далее, часть из них потом вытекает в выгорание, часть не вытекает. Но, кстати говоря, чем больше профессиональное долженствование, тем шире вход в выгорание будет. Так незаметно, потому что вот. А вы к тому же еще не объективный наблюдатель, вы внутри этой схемы, вы не объективны, вы клиента не понимаете объективно, так как это вы делаете по результатам жидкостических. Мораль бежать к психологу. Что? На личную психотерапию сначала. Ну, есть такая хорошая история про это такая байка из записок пациента. Пациент пишет, вчера долго разговаривал со своим психотерапевтом, жаловался на жизнь, долго плакал, еле его успокоил. После беседы со мной мой психотерапевт отправился к своему. Ну, понимаю вас, да, хорошо, спасибо. Три варианта трудных клиентов у меня было. Первый это ожидание такой волшебной таблетки, что вот проведет, тренер придет, проведет тренинг и все сразу изменится. Я вот как-то особо не замечала больших результатов от этого. Я верю в сопровождение, в постоянную работу, в системность. Второе это когда ну, вот эта вот ситуация, руководитель жалуется на своих подчиненных, младших руководителей и говорит, ну, что-то там сделайте с ними, исправьте как-то их, вот они вот не слушаются, еще что-то, мотивация у них там, лояльность. Вот. И вначале, когда я начинала работать, я на это велась и правда работала. Потом оказывалось, что все равно какую-то историю загружает в систему сам руководитель и надо с ним работать, а с ним работать как его подчиненный я не могу. И вот это была трудная ситуация. И самый трудный вариант был, это мой муж, который предложил поговорить со своими руководителями, ну, ты же там работаешь, может, ты с моими. И я как-то так безответственно на это согласилась. И, конечно, в результате все было очень плохо везде, и в отношениях, и в бизнесе. Уважаемые коллеги, я могу поделиться своим опытом, когда я была молодым, совсем доктором, пришла работать в психиатрическую больницу, первое, что меня спросили, почему вы были в психиатрии. Я сказала, что случайно, мне мои взрослые умудренные жизненным опытом коллеги сказали, что в психиатрии случайных людей нет. Теперь я понимаю, что они были совершенно правы. И речь идет о наших слепых пятнах, которых у нас у всех предостаточно. И думаю, что есть некая иллюзия такая, что мы с вами получаем диплом врача-психиатра, сертификат психотерапевт и диплом психолога, что мы вот такие умудренные знаниями теперь будем помогать другим людям. Увы, я думаю, что мы очень часто используем других людей, чтобы помогать себе. Но совершенно неосознанно это делаем. И только потом, когда приобретаем вот такой профессиональный опыт, мы начинаем понимать, что какие-то грабли у нас появляются профессиональные, что мы на них танцуем. И я считаю, что вот это чрезвычайно важная история понимания того, что у нас у всех есть проблемы. Безусловно, мы обыкновенные люди, такие же абсолютно, как все наши, как наши приходящие к нам пациенты, клиенты. И это как в том анекдоте, кто первый халат одел, тот и врач. Вот это вот эта тема, и я считаю, что она чрезвычайно актуальна везде. И собственная супервизия, она чрезвычайно необходима всем людям, во всяком случае, психотерапевтам, это точно. И если есть возможность иметь личную супервизию, вы счастливый человек. Если есть возможность хотя бы болезненскую группу посещать, там уже хорошо. Безусловно, когда вы будете заниматься профессиональной компетенцией и разбираться собственными слепыми пятнами, вы обязательно поймете, что вам нужна и личная терапия. А как же? У нас как-то в нашей подготовке не принято проводить дидактический анализ. То есть я получаю диплом врача и сертификат психотерапевта личный дидактический анализ как психоаналитики не проходила. И прекрасно понимаю, что, как у любого живого человека, проблемы у меня более чем достаточно от рождения, и по ходу жизни прибавляется не меньше, чем у других. И я считаю, что вот эти вот наши человеческие проблемы, которые мы называем слепыми пятнами, они и делают нам очень трудную работу с теми трудными якобы клиентами или пациентами к нам приходят. Ну, вот, на мой взгляд, так. Спасибо. На мой взгляд, категория трудных клиентов это люди, потерявшие своих детей и люди, которые узнали о смертельном диагнозе. Но тут невозможно не подключаться. Это вот то, о чем говорили. Эмоциональное выгорание происходит вне зависимости, по-моему, от квалификации психолога, психотерапевта, потому что это такие истории, к которым нас с детства не приучали. Культуры знакомства с уходом как частью жизни у нас нет. Поэтому все равно это, ну да, слепое пятно у каждого человека. И эмоционально это выматывает очень сильно. Знаете, я могу вам на это вот что доложить. Значит, мы больше 20 лет занимаемся валентовской супервизией. И в ней много разных, в наших группах много разных людей, разных специалистов. Вот что показывает опыт, что самые трудные истории, это не те, которые связаны с такими объективно трудными клиентами. Потому что трудность работы с клиентом определяется не тем, что это про смерть или про горе, или про работу с раком, или еще что-нибудь. Самый трудный случай, это когда, казалось бы, вот ничего не происходит. Приходит спокойный, уравновешенный, контактный, иногда даже улыбающийся, иногда даже шутящий клиент. И мы сидим и работаем, и ничего не происходит. И вот это тяжело. Просто потому, что я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что с ним происходит. Я не могу ему сообщить, что со мной происходит. пациент вызывает у меня какой-то настолько неясный контрперенос, что я даже не понимаю, чего. Вот эти трудные истории. Потому что вот если вернуться сейчас на секунду к работе с выгоранием, то у медицинских работников, как ни странно, как бы это не звучало парадоксально, выгорание у реаниматологов, у хирургов, которые дежурят там сутками, у врачей скорой помощи и так далее, объективно тяжелых медицинских специальностей меньше, чем у врачей и психотерапевтов, которые вообще казалось бы ничего не... Ну сидишь себе целый день в теплом помещении, в тепле, ну слушаешь разговоры, ну что ты делаешь целый день, ну так, слушаешь. Понимаете? Поэтому это не про объективную тяжесть, это про нечто иное. Это значит пациент почему-то так интенсивно попадает в ваши слепые пятна, что создают там так много шума, что ну эмоционального. Что вам почему-то трудно его слушать. Ну заодно и себя тоже. Ну я вот подержу коллегу, потому что я думаю, что он имелось в виду, если это касается какой-то вот части себя. То есть, например, я не беру смертельно больных людей в терапию, не беру людей, которые потеряли ребенка, потому что это очень про меня, и я сразу подключаюсь. Вот. А то, что вот вы сказали сейчас про таких клиентов, у меня как раз сейчас такой клиент, и это правда очень сложный клиент. Я почему-то сразу про него не сказала, я потому что даже, наверное, пока не сказали, вот эта вот трудность для себя не определила. только сейчас я поняла, что да, действительно, это очень сложно, когда ничего не происходит, и ты работаешь уже полгода с человеком, он ходит и улыбается, и вроде как все хорошо, а ничего не происходит. Я выделила так для себя три, да, какие-то категории сложности. Ну, первая, это уже много было об этом сказано, первая столкнулась на практике, как раз я была на практике у Натальи еще в социальном центре вот помощи семье и детям, пришла студенткой много лет назад, я, конечно, провалилась очень сильно, и, ну, вот прям пришлось походить на терапию достаточно такую долгую, потому что это дети, это свой детский опыт, и вот как бы теперь я понимаю, как нужно, да, когда с клиентом проваливаешься, идешь в личную терапию, это уже, ну, такое достаточно, ну, понимаю механизм, да, как мне действовать в таком случае. Но, тем не менее, это вот бывают трудные ситуации. Второе, это когда не хватает компетенции, то есть я понимаю, что клиент, который приходит, он гораздо дальше, ну, ушел гораздо дальше, чем я в своей жизни, ну, так достаточно прогрессивные люди, я понимаю, что мне нужно, потому что мир меняется, да, ценности, вот о чем уже говорилось, там, и очень много чего, и тут приходится догонять. иногда порой людей, просто даже терминов каких-то я не знаю, и вот я сижу по этому глазами, да, для меня это так фрустрирует, но и создает почву для роста дальнейшего. И третья категория, это когда клиенты обесценивают консультирование, вот для меня это почему-то трудно, ну, вот работаешь, причем есть очевидные, да, результаты, человек говорит, да нет, ничего. Потому что сначала идеализировали. Да, ну, скорее всего, да. И потом неизбежно. Да, и для меня вот это как-то вот сложновато, да, что человек говорит, не, ничего не происходит, да вообще я все это знала. Ну, и как бы это было настолько очевидно, вроде как бы мы ничего и не сделали. Ну, то есть, когда есть результат, и он обесценивается, вот это для меня, ну, объективно, ну, прям вот объективно видно, да, что результат, но нет, я же как бы сама сделала, и вообще это было понятно, да господи, в этом вообще ничего трудного не было. Ну, то есть, как бы там прошло три сеанса со слезами, и он говорит, ну, нет, как бы, да, все это ерунда. То есть, вот для меня вот в этом почему, ну, сложность на данный момент. Я бы хотел предложить вам вот какую идею, ну, как всегда, достаточно спорную, но, по крайней мере, над ней стоит думать. Идея про то, что у нас всегда будет определенный дефицит компетентности, ну, это будет всегда, и мы его никогда не преодолеем. Ни при каких условиях. Это совершенно понятно. Вы никогда не сможете овладеть всеми техниками, или всеми техниками до идеального уровня владения, и так далее, и так далее. Не сможете. Я каждый раз получаю такой легкий кайф, когда смотрю на людей, которые работают в двух десятках техник, и безупречно во всех. Ну, ладно, думаю. Значит, все равно у вас в этом смысле будет какой-то дефицит, и ничего страшного. В чем проблема дефицита компетентности? Это в коммуникативной компетентности. Потому что вы наверняка знаете эту идею. Психотерапия – это не техника, это прежде всего коммуникация. Это прежде всего та атмосфера, которую вы там создаете между вами или не создаете. Она сложилась, все, техника дальше становится вторичной. Либо вы четко идете по сценарию, а то оно почему-то не случается. Пациент вас не слышит, или вы его не слышите. И каждый раз это на тему действительно работы со слепыми пятнами в зоне какой-то большей осознанности. Ну, например, мы все время говорим о том, что в отношении пациентов нужно проявлять достаточную дозу эмпатии. Вот такого. То есть положительного, позитивного принятия и так далее, и так далее. А до какой степени эмпатия должна быть? Она вообще в какой зоне должна контролироваться для того, чтобы она становилась конструктивной и неразрушительной, и для того, чтобы она не переходила в ваш тревожный контрперенос, когда впереди бежит вот эта вот, значит, она необходима, но в разумной дозе, и границы ее тоже надо отслеживать. И что делать со своим... Понятно, что контрперенос трудно отслеживать, но он же неизбежно возникает. Как вы пациенту об этом будете сообщать? Как он понимает, что вы испытываете в отношении того, что он вам предъявляет? В значительной степени он за этим пришел? Ему очень важно по вашей реакции понять свое состояние. А как вы это сделаете? Но здесь просто очень важно понимать, что есть твое и что есть там клиенты, да, то есть вот в этом контрпереносе, потому что не всегда, безусловно, то есть помогает заниматься собой. То есть заниматься собой помогает именно для того, чтобы понять, что есть то, что имеет отношение к клиенту, к пациенту, и что это, какие ассоциации это вызвало у тебя вместе с тем, какие эмоции там в твоей личной истории. Вот, и дальше с этим работать. Для этого нужна личная терапия, супервизия. Она нужна, это часто нужна, это правда. У Фрейда на эту тему вообще совершенно замечательная идея. Психоанализ нужен абсолютно всем, поскольку у всех были родители. Да? Ну, другое дело, что насколько это все реализуемо, но в целом идея, да, идея справедливая с пониманием этих границ. Я на всякий случай вам напомню эту идею, что пациент приносит нам массу разных вещей. Частью он это все может произнести и обозначить, частью он не может это произнести и обозначить, он даже не осознает этого иногда, но так или иначе выражает. На что у меня, естественно, возникает какая-то реакция. У клиента есть свобода это все выражать, у нас есть обязанность прояснять ему наш контрперенос. Это наша работа. И в этом смысле мы, конечно, должны быть достаточно хорошо осознаны в том, что происходит с нами. Ну, поэтому, если, так сказать, завершать, да, с болью в сердце. Могли бы вы привести пример из вашей практики самый трудный клиент, который мы с вами напишем, вот о чем мы говорим. Вы намекнули, что он есть, но вот конкретно. Если я... Таким запросом нападал, да. Значит, самые трудные, самые трудные клиенты, ну, в моей, по крайней мере, практике, очень часто случаются клиенты, которые на самом деле не клиенты, которых клиентам еще предстоит сделать, потому что до того, как вы вступите в терапевтические отношения и до того, и пока вы не составите терапевтический контракт, терапии еще нет. Это еще... Иногда это быстро, иногда не очень быстро. Но пока не составлен, не согласован, ну, условно говоря, не подписан контракт терапевтический, терапии еще нет. Довольно часто такие клиенты случаются, поскольку они приносят либо вообще непсихологическую проблему, ну, когда плохо, по любому поводу, самое замечательное дело пойти к психотерапевту, ну, потому что плохо. Да, человек не может расплатиться с банковскими кредитами, у человека в семье кризис, но его беспокоит проблема, что будем делать с разделом квартиры, и это запрос, как бы, ну, вот я не понимаю, что мне... И так далее, это не наши клиенты. Очень часто приходят клиенты, которые приносят психологическую проблему, но не свою, и это трудная история, потому что все время рассказывают, моя жена то-то, 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 ну, так вот она мне все время, ну, и вот она мне еще долго добраться, добираться нужно будет до того, чтобы сказать, расскажите мне про себя, моя проблема в том, что я, да, хорошо, так вот моя жена, и так будет еще там сколько, пока вы наконец не объясните, что вы ее не можете исправить, ни по фотографии, не знаю, нет у вас ключей к ней, там на, еще, и так далее. ну, ну, и бывают клиенты, которые, на самом деле, наши, которые приносят психологическую проблему, которые свою проблему, которые могут ее, мало-мальски, не надо описывать, но, но с которыми вы не знаете, что делать, потому что вы, сейчас даже не понимаете, про что, вот это, бывает такая история, у меня случаются пациенты, про которых я не понимаю, про что. Я могу сказать, значит, я могу, ну, это я про себя не понимаю, да, на самом деле, когда я не понимаю про клиента, это я тем самым про себя не могу понять, что это у меня, вообще говоря, вызывает, потому что, очень часто вы не можете для себя, ну, вы, наверное, сможете. Я говорю о том, что я регулярно попадаю в ощущение, что я чувствую, что у него проблема такая, достаточно сложно устроенная, с таким, с такой матрешкой, там на поверхности может быть совершенно такой поверхностный запрос, но вы чувствуете, снимая постепенно, вы будете глубже, глубже, вы не знаете, до какой степени глубинная эта проблема, в какую систему ценностей она попадает, что это у вас начинает вызывать. Хотя на самом деле может быть и спокойный, и очень контактный, и симпатичный вам, и достаточно глубокий клиент, и вы понимаете, что у него все хорошо с соображением, и, в общем, он приносит вам кучу очень интересных размышлений. И у вас все время вот эта мучительная такая мысль. Как мне услышать еще нечто, что он не произнес? Как услышать то, что было за этим текстом? Потому что клиент приносит нарратив. Что приносит еще клиент? Описание. И вы отчетливо понимаете, что там все фрагментарно, все очень субъективно, там нет никакой, очень часто нет никакой правды. Ну, его точка зрения – это правда. Все. И вам еще долго надо понимать, что для вас это означает, что для него это означает, в какую систему ценностей это встраивается, про что это, ну и что он от вас ждет. Что он ждет, какой запрос? Он часто не может даже внятно запрос сформулировать. Это верная история, потому что если он поймет свою проблему, считайте, что вы уже ему не нужны. Самое главное он понял. Он очень часто приходит к вам именно за этим. Понять, в чем его проблема. Так что, ну, в общем, трудности бывают самые разные. Но иногда, иногда и у вас действительно проблема выгорания, и вам уже лишнего клиента видеть сильно не хочется. Ну, и что есть? Бывают трудные клиенты, например, у которых впереди бежит такое тяжелое личностное расстройство. Такие пациенты просто изнурительные. Извечайно изнурительные. Вы записываете этого клиента, потом оказывается, что он не приходит, и первое, что вы испытываете, облегчение. Хотя, я себе говорю, я же так хочу, я же живу, чтобы спасать человечество. Но, слава Богу, он не пришел. Слава. Понимаете, вот это вот, ну, потому что есть люди, которые действительно приносят кучу таких характерологических особенностей, с которыми очень трудно. Глент не в состоянии слышать вас, или вы его не в состоянии слышать, или там определенный речевой стиль. Ну, я же не говорю о том, что он приходит к вам в кабинет тоже еще с определенным таким механизмом доминирования над вами, потому что он делает это всегда в жизни. У него традиционный такой поведенческий сценарий, такой стиль. И он не даст вам, буквально там, у меня бывали пациенты, которые не давали мне вставиться с двумя фразами в этот бесконечный нарратив. Это кажется просто вот, ну, полезно думать про то, что это про нас. Потому что, в конце концов, это моя реакция. Это не про пациента, это про то, как я его вижу, как я его чувствую. С этим можно работать. Ну, хорошо. Нам надо подвести, подвести черту. Я надеюсь, мы не на все вопросы смогли, мы пытались, но мы не на все смогли ответить. Но иногда важнее задать вопрос, потом на него долго искать ответ. Но, по крайней мере, вопрос важен. Спасибо. Спасибо. Пишите и до новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...